Ребята, всем привет! Сегодня мы отправляемся в Казань. Впереди у нас 11 примерно часов дороги, так что погнали! Во-первых, дорогие подписчики, хочу сказать, что я забыл очки. Это strange выглядят, мне кажется. Видно, что они женские. Вообще, мне кажется, кстати, может показаться, что 10-12 часов в машине это очень много. Но по факту у нас не летают прям быстро, потому что мы всегда будем учим заняться. Мы играем в слабак, типа в Данет, угадай, спим по очереди. Но, кстати, в этот раз Никита все 7 часов едет, я еще даже не разу не сел за мной. Мы едим, читаем книжки, слушаем разные лекции, подкасты, да, поем. Короче, едем по кайфу. На чиле, на расслабоне. Алло? Ваша позиция в очереди. 4. Благодарим за терпение. Видите, рекламщики? Кошмар! Я, причем, всегда беру все незнакомые номера, эти люди, которые, в принципе, не берут. Мне постоянно кажется, ну, там, вдруг, там, курьер, вдруг доставка цветов, вдруг кто-нибудь по рекламе. Ну, короче, обращаюсь таким образом. Все равно, понимаете, каждый раз реклама, но как-то, я не знаю, мне кажется, я упущу какую-то возможность. Не дай бог, если я не возьму незнакомый номер, то есть мне не страшно не брать. Да и, в принципе, ничего такого в этом не вижу. Вот, мы постоянно пить рекламу, дерьмой. Проблема в том, что надо много останавливаться, потому что я постоянно пить в туалет. Надо много пить воды, а пить много воды полезно. Здесь боль? Да нет, нужно массовое шталип. На вас вообще нельзя остановки совершать. Ооо, а у меня экстренная, извините. Экстренная? Да. Мы решили поменяться местами. Мы в пути, 9 часов, и осталось всего час. Ты выкладывайся на мушку, а ты на меня. Нет? Я видел указатели, блядь. Научись нормально разговаривать. Да ты охренел? Я ангел, я чудо. Сам ты знаешь. Чудо, демон. А потом такая, ой, я что-то сказала плохо, да? Прости, малыш. Бивай. Я тебя люблю. Дай, поцелуй. Ты хотел снять, что я чапкаю? Нет. Я хотел спалить, что ты конфеты кушаешь. Что я чапкаю? Ну, вообще, короче, я худею. Но я разрешила себе, реально мне это тяжело дается, позволить себе четверг в Казани эти два дня. Ну, иначе, вообще, какое-то кошумство. Тебе тяжело дается четмин себе позволить? Ну, да, я, видишь, я вот даже ем подлету, и я подсознательно себя ругаю за то, что я ем. Это все-таки быстро, думаю, услождайся, раз ты все разрешила. Ну, это, как-то, сколько там калорий, я что-то, я бы раскачаю. Так мило это видеть. С возвращением домой. Вот, въехали в Татарстан сразу, голосок-то прорывается, татарский. Родные края чувствуешь? Чувствуешь родные края? Ну, просто. Дурт, пищ, алты, жиде, сегес, тугес, ун. Мы научили считать 10. Наши первые шаги. Унбер. На 11. Ребята, мы приехали на дачу к моей подруге. Посмотрите, какой кайф. Дачный дом. Сейчас я покажу, что на улице, это вообще просто бомба. Я обожаю лес, свежий воздух, чувство свободы. И из-за того, что я целыми днями в универе в Москве, мне этого очень сильно не хватает. И когда я приезжаю вот так вот на природу, это прям вообще такое расслабление, такой релакс. У меня, правда, все равно вот этот внутренний моторчик. Да, сейчас я встала раньше всех. Так, надо уже что-то делать, надо на зарядку сходить с утра. Но все равно это такой кайф. Тем более сейчас еще лето. Скоро погода будет вообще прекрасная. И можно будет, в принципе, и в Москве так кайфовать. И на отдых поехать. В общем, вообще приближается прекрасное время. Я зиму вообще не люблю. А лето прям моя тема. И, короче, сейчас я вам покажу, как тут красиво. Наверное, сейчас пойдем сделаем на улице зарядку. Потом покушаем. Вот такие дела. А еще хотела сказать, что я всегда пью воду по утрам. Эта привычка, я не помню даже откуда мне взялась. То ли просто из-за того, что я прочла, что как бы это полезно, так нужно. То ли мама меня научила. Но смысл в том, что я теперь настолько к этому привыкла, что я не могу просто нормально, адекватно проснуться без воды с утра. И вообще я стараюсь в последнее время пить очень много воды. Во-первых, потому что худею. А во-вторых, ну потому что как бы мы все пьем недостаточно воды в день. И я стараюсь пить как бы много. Правда, в туалет ходишь 5000 раз на дню. Вот. Но, тем не менее, вода — это жизнь. Поэтому пейте водичку. А с утра это вообще прям полезно-полезно. Потому что ты даешь понять своему организму, что пора вставать. Просыпайся. Все, мы умылись, позавтракали. Мне даже немножко накрасилось. Я в последнее время абсолютно отучилась от тоналки. Мне так нравится natural свет лица. Мне кажется, я взрослею. Вот, кстати, в самой лучшем уголке на свете вашему вниманию. Вы все приобретайте. Это 100%. Это огонь. После нее кожа скрипит просто. Потому что она безумно чистая. Советую. Субтитры сделал DimaTorzok День-два. День-два. Ребята, кстати, в Казани открыты все в Макдональдсе, потому что они тут по франшизе. Так что завидую. В общем, мы вернулись в дачу. Пошли в ресторанчик, но называется Изакая Берег. Вот, дизайн-то очень красивый. Даже не знаю, как вам показать. Вот мои бестия. Вот, смотри, очень красиво. И судя по оформлению блюд, которые выглядели за соседними столиками, тоже все супер. Поэтому будем try и распадать вам. Посмотрите, какую красоту нам принесли. Я вообще в шоке с оформлением и вежливостью официантов. Поэтому ставим лайк и обслуживание, и оформление. И по вкусу все, в принципе, тоже очень вкусно. Вот. Доброе утро, друзья. Такой прекрасный солнечный денечек. Кстати, мы пойдем вкусно пушать, гулять. А пока что я хотела показать вам свою квартиру в Казани. Она, мне кажется, очень красивая, интересная. Так что посмотрим. В общем, перед тем, как поехали, завтракать, мы едем в Алтын. Вместо, где... Алтын. Алтын, да. Вместо, где чем-то телефончик и все такое. У нас там есть делишка. Вот. Мы уже опаздываем. А потом поедем кушать. Пришли в гофре. Это нам принесли вот такую красоту. Второй день снимаю еду. Вот. Такие мы буси. Пришли мы на студию, значит. Что-то будет, что-то пишем. Темы мутим. Тесни делаю. Твари. Ребята, мы отправляемся обратно в Москву. Впереди у нас огромный путь. В этот раз я села первая за руль. И навигатор пишет, что нам ехать 14 часов, а не 10. И приедем мы в 4 часа утра. И это как бы не кул. Надеюсь, мы как-то подсократим. Погоняем чуть-чуть. Приходим. Вот. А вышло размяться, потому что, ну, как бы долго сидеть. Ребята, в общем, вчера мы доехали где-то за 13 часов. Приехали очень поздно ночью. Были абсолютно никакие. Я спала в машине перед тем, как подъехать уже к Москве. И отрубилась сразу дома. В общем, поэтому не засняла вам ничего ночью. Я рада, что вы были со мной на протяжении этого влога. И дайте знать, если вам нравится. Поддержите лайком или подпиской. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...